Наследие мастера должно быть собрано в одном музее. Так посчитал Алексей Беспалов и приехал в Саранск, чтобы вручить музею Эрзи письма Сычкова. Вначале переписывался с сотрудниками музея, наконец долгожданная встреча состоялась. В преддверии юбилейного года Федота Васильевича. Его новые письма – большой подарок. Фразу «Федот Сычков собирает друзей». Наверное, да. Эти люди, эти такие замечательные яркие личности, чей свет проникает сквозь такие огромные воды и соединяет порой совершенно неожиданно. Судьба Ивана Семеновича Куликова и Федота Васильевича Сычкова во многом похожа. Куликов из крепостных, Сычков из очень бедной крестьянской семьи. Начинали как самодеятельные художники. Учились иконописи. У того и другого нашлись меценаты, кто отправил в Санкт-Петербург и открыл дорогу в Академию художеств. Окончили ее с разницей в три года. Общим педагогом одним из был Илья Репин. И есть сюжеты, которые перекликаются в картинах двух мастеров. Мы очень рады, что завязалось у нас такое знакомство, которое, я думаю, перерастет в тесное сотрудничество. Вы будете к нам приезжать. Мы надеемся, к вам приедем. Большая часть писем Куликова хранится в архивах Москвы и Питера. Но и дома осталось немало. Однажды, разбирая его, Алексей Беспалов наткнулся на эти письма. Трогательные, печальные. Елизавета Аркадьевна, супруга Куликова, написала Сычкову о смерти ее мужа. Художник умер в 1941-м. Не выдержала сердце на тяжелых работах. И то письмо хранится в фондах Мордовского музея. Теперь цепочка этой переписки восстановлена. Глубоко уважаемый товарищ Куликова, примите от меня и моей жены Лидии Васильевны сердечные приветы, пожелания здоровья и спокойной жизни. Часто вспоминаем нашего товарища Ивана Семеновича. Грустно на душе становится от преждевременной его смерти. Так начинается письмо, которое Федот Васильевич Сычков написал в мае 1952 году супруге своего друга, художника Ивана Семеновича. Прошло много-много лет и сегодня музей Эрзи в год Сычкова получил это письмо в дар. Это уже ответ Федота Васильевича на письмо. «Я вот еще живу», – продолжит он, – «но конец моей жизни тоже недалек. Мне уже 82 годика минуло». И еще цитата. «Несмотря на старческое бессилие, не потерял любви к искусству». Первое письмо датировано 1944 годом. «Они были очень близки, очень. И по происхождению, и в академии, и после они просто дружили. И встречались. И до революции, и после революции они встречались на каких-то выставках. Тогда какие-то выставки старых художников были. И вот такая вот связь». Смерть Ивана Семеновича в те военные годы шокировала весь Муром. Он был известным краеведом, собирателем старины, в том числе мордовского костюма. Возглавлял историко-краеведческий музей. Дом академика живописи был центром притяжения горожан и гостей Мурома. С работами Сычкова внук Куликова Алексей Беспалов был знаком по старинным открыткам. Они есть у них дома. Оригинальные произведения увидел впервые. «Впечатления сильные. Краски, динамика мне нравятся. Еще я нашел много общего. У меня такое впечатление, что, допустим, когда они в академии, что Лепин своим ученикам давал приблизительную тематику, и каждый работал над определенной темой по-своему. И перекликаются некоторые работы. Мы посмотрели некоторые работы. Там три девицы у Куликова, здесь три девушки у Плетня. Новая дружба должна продолжиться, уверенные сотрудники музея и гости города Алексей Беспалов. Внук живописца надеется, найдет еще письма Сычкова. Эпистолярный архив деда обещает новое открытие. Татьяна Бебинова, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин